Итак, президент Украины стал фигурантом масштабного международного расследования по выявлению схем отмывания криминальных денег. Именно президент Украины является частью схемы по отмыванию денег олигархам Коломойским, сумма которой была задокументирована 40 миллионов долларов. На эти деньги ботельники Коломойского, а именно первый помощник президента Шефир, покупал элитные квартиры в престижных районах Лондона. Наибольшие суммы покупок и накоплений были осуществлены в период с 2014 по 2018 годы. То есть в самые горячие фазы войны и обескровливания страны компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия в режим убыточности. Сам Владимир Зеленский с женой, начиная с 2014 года, активно скупали недвижимости и элитные активы и потратили на это не менее 13 миллионов долларов. То есть в то время, когда вся страна оплатила полтора процента военного налога на прибыль, когда волонтеры за деньги простых украинцев обеспечивали армию самым необходимым, Зеленский выводил миллионы в офшоры вместе с Беней, Шефирами, Бакановым и прочей братьей. Но давайте вернемся к нашим баранам. Сам Коломойский на уже более значительные суммы покупал недвижимость в США, за что попал подряд уголовных производств в Америке. Если расследование придет к логическому завершению, то Коломой должен будет переехать на ПМЖ в федеральную тюрьму. Но здесь загвоздка в украинских судах. Вот уже полгода люди в мантиях никак не могут принять решение, что деньги, за которые Беня скупал в США заводы-пароходы, криминальные, то есть выведенные из приватбанка незаконным способом. Около года назад я писал, если Зеленский не отдаст США голову Коломойского, произойдет масштабный слив, где будет фигурировать фамилия Зеленского. Заострю внимание на ускользающем от рассудка того кодла, которое яро сейчас защищает преступное руководство Зеклавоната. Господа, это совсем не последний слив компромата. Глупо думать, что у ЦРУ нет пленок, которые подтверждают срыв спецоперации по вагнеровцам. Думаете, Зеленский просто так спокойно признался в сливе данных спецоперации по вагнеровцам Лукашенко? Это лишь говорит о том, что Вашингтон держит бубочку за его бубенчики, держит крепко и надежно, затягивая их в тиски. США начали переговоры с Оманом про предоставление информации по банковским счетам и конечным их бенефициарам. Скажу так, Оман – это единственная офшорная зона, с которой до сегодняшнего дня США не сотрудничали. Думаю, не надо объяснять, почему американцы вдруг озаботились оманскими офшорами. Похоже, голову Коломойского из Украины штаты будут вытягивать через техническое отверстие Зеленского.